Доброго здоровья! Вы учите обрезать примерно треть верхи у саженцев. А надо ли это делать, если я пересаживаю школки одной-двухлетки на постоянное место и в нескольких метрах от нее, при условии, что я вырезаю из ком земли, не повреждаю корни, сажаю подготовленную ямку рядом. Значит, есть две причины, почему все-таки, когда как бы аккуратно не выкапывали, уже сама пересадка это стресс и никогда оно не будет, вот если до пересадки оно сто процентов собрало корни, корни. Неважно, привитое дерево или сени, с корней собственной. Снабжало крону? Снабжало. Вот. И в нескольких метрах аккуратно все равно, ради бога, умоляю, поверьте, все равно вместо ста процентов, вот то, что это, раз целая, крона значит прекрасно, все это, туда-седы, сосуды работают, а отрезаем сосуды прекрасно, ну тут ладно, все равно будут работать сосуды, только ниже, все равно уже будет не сто, хотя бы 90, и вы должны эти 10% отрезать. угадать, раз уж у вас все-таки идеально, и вырезайте ком земли, не повреждайте корни, но 10% отрезать. Потом у вас тем более получается немножко изменение самой кроны, но где бы мы ни жили в России, вот даже вот как там выше было, помните Смоленск, все равно это запредельное для южных сортов, а мы хотим иметь именно, пусть адаптированное к России, но все равно это и южная сорта, и если мы хотим их иметь, все равно им надо придать частично кустовидную форму, и туда попер, если вы не отрезали, эту верхушку, а туда попер, нет, отрезали, пусть распластывается, вот, вот такое мое мнение. Так, Надежда, ой, спасибо, вы, это вы, потом давайте, может быть, на вебинаре следующем, я подберу все-таки фотографии, показать, чтобы вы, да, в принципе, я все сказал, сливы, вишни, яблони, близкие эти, вот, не боятся, абрикосы, груши боятся, прививайте на яблони, на те же абрикосы, нет, на яблони, груши, на абрикосы, на сливы, вот, ну, а вы, раз собираетесь здесь, прислайте, пожалуйста, вот, и без денег, все равно ничего у вас никогда не будет, попробуем вырастить с вами, теперь я с вас не слезу, так, Дмитрий Кузнецов, вчера получил отдал на то, власти, так что звоните ему, ладно, помните, один раз я это делал, я всегда раскручиваю своих друзей, я не упускаю ни единой возможности, внимание, а, давайте, надо закончить, у меня, или у нет, потом забуду, здесь у меня, нет, как же, а, такой у меня на фонтаре, на телефоне есть, сейчас, я сейчас громко продиктую телефон, и Долматову поможете, и получите прекрасный материал, так, поехали, 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 поехали. Далматов Валерий Александрович. 8-919-332-12-19. Повторяю. Далматов Валерий Александрович. 8-919-332-12-19. Мне почему-то кажется, что если взять тряпку, намочить, вот так, не прикасаясь с саженцем, обложить, вот так. Мне кажется, ни одна сволочь, я имею в виду, ни одна мышь не подберется. Так. Ладно, смотрим дальше. Смотрим дальше. А, о, я поторопился. Телефон Далмата. Это 8... Ну, наверное, он и так... А, ошиблась. 8-19-19. Ну, в общем, я вам только сейчас продиктовал. Это уже точно. Я по этому телефону с ним разговариваю. Так. Поехали. Наташа. Валерий Костин, здравствуйте. А к Чернобаеву приезжал научный сотрудник или студент? Вы знаете, я с тех пор с ним не говорил ни разу. Я боюсь с ним говорить. Я хочу... Вы понимаете, у Чернобаева вся моя аэлита, моя железовская. Он хорош тем, что он продолжил это всё. И когда я узнаю, что он взял, подарил, ну, может быть, взял какие-то деньги, там, пару тысяч. Ну, это такой человек, как я. Мне бывает, ему приходится деньги силой псовывать. Ну, есть такие романтики. Мужик такой. Есть такие люди, которые говорят, без страха и упрёка. Рыцарь без страха и упрёка. Это про Чернобаева. Я боюсь, что он всё это задарил. И когда кто-то скажет, так же, как этот самый, так же, как этот Шурала, доктор наук, скажет, это моё. Вот. И 37 лет под хвост. Повторяю, всё лучшее Чернобаева, это моё. Мне не стыдно было. Я болел ковидом, я не мог с ним встретиться. А ребята могли... А спросить у меня язык не понравится. Настроение спорчено. Так. Значит, а вот его телефон. Ещё раз Зоя Юрьева. Пригодится. Вы говорили как-то на вебинаре недавно. Это, наверное, про Чернобаева и про сотрудника. Ничего не знаю, никаких подробностей. Я его спросил только, ну что, был? Он говорит, был. Я говорю, поделился, не поделился. Больше ничего не знаю. Олег Алексеевич, а можно на подвое привить два разных сорта яблони или груши? И как это отражается на здоровье? Плохо отражается. Есть деревья, сады. Ну, есть люди, которые осторожно говорят. Да, у меня 10 сортов яблони плодоносят на яблони. Вот. Но, подчеркиваю, на эти надо, чтобы они были все летние, допустим. Или все осенние, или все зимние. Видимо, был отрицательный опыт. Моя единственная фотография, единственный опыт. 10 сортов на одном. Я показывал главному, так повезло, главному редактору. И вам показывал. Вот. Про этот случай. Все 10 заплодоносили на второй год. Это было не дерево, а чудо. Я гордо показывал главному редактору, который меня печатал. Вот. И приехал только, ну, буквально из его пыльства. Ну, хочу побывать в чудо-саду. А то сотню, сотню стадей напечатал и не было. Ну, была. Показал. Вот они, на друг дереве, 10 сортов. И вам показал. На следующий год оно было мертво. И продолжение. Если привать можно, то летний привать строго на летний, осенний на осенний. Не имеет значения. Конечно, имеет. Но есть какие-то эти, как сказать, особенности. Желательно, чтобы характеристики по возможности совпадали. Вот. Меньше отторжения в таких случаях. То есть, чтобы они привали за своих. Подвой принял за своих. Уже летний уже хорошо. Осенний на осенний уже хорошо. Так, смотритель. Сделал эксперимент. В этом году привел грушу черенком снизу привоя. Среднюю часть и макушку. Привал на три одинаковетки. Одну игрушу. Все побеги разные, нижняя. Пока лучше, более сильные. Ладно, потом расскажете. Так, узнецов. Спасибо. И вам спасибо, что дожили до конца. Четвертый час идет. Вот так, друзья. Значит так. Напоминаю. Сафроном живем. Точнее, выживаем. Вот. Только благодаря тому, что мы можем продать вам. Косточки, семечки, черенки. И книги, диски учебные. Привычную ленту. Вот. Это маленькая рекламная пауза. Как говорил Стерлис, последняя лучше запоминается всего. Поэтому я все-таки успел сказать. Друзья, до свидания. Я с вами прощаюсь. Вот. Даже половину не сказал. Мне кажется, самое интересное осталось ниже. Я это. Прошу Арсена. Прощение. Но мы не последний раз увидимся. Все, друзья. Я отключаюсь. А то наличь прожил прислать ссылку. Спасибо. 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 Спасибо.